Привет, люди! С вами дядя Ваня. Сегодня из Питера и речь пойдет о лучковых пилах. Вернее, о лучковой пиле Петроград. Вообще, нужно немножко рассказать об этой лучковой пиле. Здесь вот народ может задать вопрос, что это дядя Ваня обложился книжками НИТХ и всякими другими фирменными какими-то. А это я как раз вот изучил, чтобы поделиться с вами все о лучковых пилах. Потому что лучковые пилы, они на самом деле, вот я взял из музея, стары как мир. Весь мир ими до сих пор пилил, начиная от царя гороха. Наверное, и отец Иисуса тоже пилил именно такой пилой. Но сейчас речь не о старинных пилах, а о новой пиле Петроград. Ее особенности. Она традиционная пила, как я уже сказал. Почему она называется лучковая? Да потому что здесь тетива, которая натягивается буквально как на луке. Поэтому и называется лучок. На этой пиле шведское полотно стоит нобекс. 560 миллиметров у него длина, 40 миллиметров ширина и 18 зубьев на дюйм. То есть английская мера длины. Так принято. Очень легкая. Тактильно. Просто, ну, я не знаю, я бы с ней спать лег. Она такая хорошенькая. Вместо подушки можно прям подкладывать. Хочется ее к щеке. Очень здоровская пила. А для чего она предназначена? Во-первых, сейчас полотно стоит универсальное, но бывают три вида полотна. Для продольного пиления, для поперечного пиления и в окружного, узенькое. Как вы уже подняли, так как я рассказал о трех полотнах, которые бывают, и даже четырех, вот сейчас стоит универсальное, они, естественно, очень и очень легко, быстро меняются. Настраивается она тоже очень и очень удобно. Вот лучок просто натягиваем вокруг своей оси и палочкой фиксируем натяжение. Можно играть. То есть в настройке пилы нет никаких вообще проблем. Пилят и вот видно здесь, вот я полотно настроил, ну, порядка, как удобно, там 30 градусов рекомендуют, чтобы видеть, где ты пилишь. Держать можно так, можно так. Пилить можно даже как лобзиком. Сверху вниз, снизу вверх, вдоль, как удобно. Если пилить вдоль, чем она хороша, то есть бесконечную длину можно распилить данной лучковой пилой. Ну вот, наверное, вкратце и все. Нет, я еще не сказал о самой тетиве. Здесь сейчас стоит нейлоновая тетива, но в комплекте к этой пиле идет еще и традиционная пеньковая. Ну, для разных типов древесины и разных рук, кому что больше нравится. В общем, можно много, наверное, еще про нее что-то рассказать. Очень легкая, удобная пила, но важны ее рабочие характеристики. А для того, чтобы проверить, как она пилит, надо просто взять и распилить. Вот сейчас я этим делом и займусь. Проведу такую линию и такую линию. Ну, вот вы видели, это был поперечный вес. Попробуем. Сейчас очередь за продольным. Ну вот, идеально пиленный, идеально ровно. Ровный пил. Происходит. Отличный результат. Теперь попробуем наискосок. Решил я провести эксперимент. Вот так я ни разу не пилил. Как у Михаила Адольфовича написано, вдоль распускает доску. Вот поставил я дощечку. Сейчас зажму ее также валетом. Валетом зажал. Так, проведем черту. Так. И фига не вижу. Ой, мина. Достаточно. Настраиваем пилу. Перенастраиваем пилу. Пилить нам нужно сверху вниз. Зубья мы ставим также под 30 градусов. Вот так. Ну что, попробуем. Вот тут дяденька пилит. Первый раз так пилю. Сейчас попробуем. Дядя Ваня циркулярной пилой работает. Разогрелся. Что я вам хочу, друзья, сказать. Сначала было не очень как-то привычно. А потом наблатыкался, что называется. Натренировался. И очень даже неплохой результат. Сами посмотрите. Это я первый раз в жизни так пилил. Понятно, что это рубаночком пройтись. Все будет идеально. То есть, если делать зазор 1 мм, то все будет идеально. Так что я на самом деле приятно удивлен. Первый раз такой делал пил. Так что очень рад. Вот такой прекрасный инструмент. Эту удивительную лучковую пилу Петроград делает компания Рубанков. Мало того, каждая пила сделана Алексеем Юрьевичем Дейкиным. Лично, индивидуально. То есть, в ней она каждая уникальна. Можно сказать, авторская пила. Если вам понравилась такая пила, вы, конечно, ее можете приобрести во всех магазинах Рубанков. Даже в интернет-магазине. Вот. Милости просим. С вами был дядя Ваня. Из питерской мастерской. Подписывайтесь на наш канал. Лайкайте, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. И, конечно, пишите комментарии. Особенно, если не понравилось. Разнесите меня в пух и прах. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok